Девушки отдыхают 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 Иисус Господь, Иисус Спаситель, левый с коленой Иудина, и Он победил. Аминь. Все слава Тебе, Господь, Ты победил. Эту победу Ты даешь народу Твоему, искупленным, драгоценному Трою, Сына Твоего, Иисуса Христа. Слава Тебе, Господь, что наша победа, это наша вера в жертву Твою искупительную. Аминь. Слава Господу. Через горы и моря Твоей любви река течет. Открою сердце для Тебя, и исцеление придет. Я счастлив в истине Твоей, Тебе я руки возить всю. Я буду вечно петь о любви Твоей. Через горы и моря Твоей любви река течет. Открою сердце для Тебя, и исцеление придет. Я счастлив в истине Твоей, Тебе я руки возить всю. Я буду вечно петь о любви Твоей. О любви Твоей петь буду вечно. О любви Твоей петь буду вечно. О любви Твоей петь буду вечно. Любовь Твоя, мой Господь, бесконечна. Через горы и моря Твоей любви река течет. Открою сердце для Тебя, и исцеление придет. Я счастлив в истине Твоей, Тебе я руки возить всю. Я буду вечно петь о любви Твоей. О любви Твоей петь буду вечно. О любви Твоей петь буду вечно. О любви Твоей петь буду вечно. Любовь Твоя, мой Господь, бесконечна. О любви Твоей петь буду вечно. 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 Любовь Твоя, мой Господь, бесконечна. О любви Твоей петь буду вечно. 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 На любви твоей петь буду вечно Любовь твоя, мой Господь, бесконечно На любви твоей петь буду вечно На любви твоей петь буду вечно На любви твоей петь буду вечно Любовь твоя, мой Господь, бесконечно Отец, слава тебе! Мы будем в мире твоей любви, Господь Опять безусловно и любви, ко всему вверх Мы людям слава тебе, Господь наш Мы благословляем тебя за твою любовь За твою благость, Боже За твою милость, которой ты являешься Каждый день, Боже За твою вечную любовь, Господь наш Которая простекает наши сердца Которая исцеляет нас Господь, слава тебе за это Мы тоже любим тебя, Отец Мы любим тебя, мы говорим тебе, это Бог наш Поэтому мы здесь, Господь Поэтому мы поклоняемся тебе, Господь наш Мы хотим сказать, что мы любим тебя, Боже Что мы почитаем тебя, Господь Мы смиряемся пред тобою Потому что ты наш Бог, ты наш Царь Слава тебе, слава тебе, великий наш Господь Отец наш и Бог наш Аллилуйя тебе, Иисус Аллилуйя тебе, Иисус Аллилуйя тебе, Иисус О, я люблю тебя, все вечер, что не будет на свете Ты нужен мне О, Иисус, спаситель мой Тебе обязаны все жизнь любви Обязаны тебе все ангелы Тебя возносят И мы возносим И мы возносим лишь тебя Ты мой Господь, ты жизнь моя И я живу И я живу и ждя Тебя Ты мой Господь Люблю тебя Будешь со мною Иисус Всегда И все, что есть, тебе отдам Вся жизнь в руках твоих Господь мой Живу для тебя Все дни мои Доброй даты Иисус 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 Вот молю тебя, с пользой для себя Все ангелы тебя возносят И мы восклицем лишь тебя, лишь тебя Ты мой Господь, ты жизнь моя И я живу лишь для тебя Ты мой Господь, люблю тебя Будешь со мной любить всегда Ты мой Господь, ты жизнь моя И я живу лишь для тебя Ты мой Господь, люблю тебя Будешь со мной любить всегда И я живу лишь для тебя 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 Ты мой Господь, ты жизнь моя, и я живу лишь для тебя. Ты мой Господь, ты жизнь моя, и я живу лишь для тебя. Ты мой Господь, ты жизнь моя, будешь со мной, и ты жизнь моя, и я живу лишь для тебя. Мы возглавляемся тебе ровно, мы возраем тебе воскресное утро, мы собрали для того, чтобы нашим духом приблиться к тебе, мы собрали, чтобы питаться от источников этой живой, и мы знаем, что ты изливаешь в нас источники свои, Господь, и мы будем черпать сегодня из источников жизни. Господь, этой жизнью являешься ты, наш Господь. Я благословляю Твоё имя. Я благословляю Твоё имя. Я благословляю, чтобы ты духом своим цены, Господь, раздаёшь себя. Как ты будешь с нас, Господь? Я благословляю, чтобы мы познали, что значит, Господь, у нас славное упование, Господь. Я молю Тебя, чтобы каждый из нас сегодня верою мог привлечься еще к Тебе, Господь, во имя Иисуса Христа, и разуметь превосходящим всякое разумение любого Христова. Господи, я молю Тебя, дай нам духом сегодня обнять Тебя и приблизиться к Тебе еще и еще раз во имя Иисуса Христа. Я молю Тебя сейчас, Боже, во имя Иисуса, пригостись к каждому человеку, кто сейчас нуждается в физическом осцелении. И мы молим Тебе, чтобы Ты с силой Своей, Господь, пригостнился к каждому телу, кто сегодня нуждается. Я просто жаю именем Иисуса Христа и сцеления, и здоровья, во имя Иисуса, и доходу здоровья, во имя Иисуса Христа. Господи, кто нуждается в духовном обновлении, обнови, во имя Иисуса, мы просим Тебя сегодня, Боже, я молю Тебя, чтобы ничего, Господь, нечисто не сопровождало нашу жизнь, во имя Иисуса. Иисуса Христа, чтобы мы шли за Тобою в чистоте и святости Твоей, храня святость и храня в нашей жизни. Вот Духом, во имя Иисуса Христа, мы просим Тебя сегодня, благослови Господь, глазами моих прадед, глазами моих сестер, глазами, кто впервые зашел в наше собрание. Я молю Тебя, чтобы Духом Своим святым в течение этого благослужения работал над этими людьми по славу Твоего имени. Аллилуйя Тебя. А мы счастливы, Господь, что мы Твои дети. Мы призываемся в Тебе любви. Мы говорим, мы любим Тебя. Ты наш Бог, Ты наш Отец, который отдал Своего Сына за рехи каждому из нас. Мы ценим Тебя. Мы ценим Твою кровь пролитину на голову, Иисус. Мы ценим Твое послушание, Господи, во имя Иисуса Христа. И выражаем нашу глубокую признаненность, Господь, которую мы не можем выразить даже языком нашим, словами нашими. Но, пожалуйста, прими это, как жертвы. Господь, все Те песни, все Те аккорды, Господь, все Те звуки мы сегодня посвящаем Тебе. Во славу Твоей имени, Бог благословен. Благословен. Да, вы остальные достойные славы Господу. Вы достойные, достойные, которые мы, во имя Иисуса Христа, нас будут. И он достойный. И в этом утром мы тебя встречаем. На этом месте мы знаем, что ты здесь, сегодня и сейчас. Будьте благословен. Имя Твое. Во имя Иисуса Христа. И весь народ скажет. Аминь. Приветствуйте друг друга. Вы представляете этого друга? Во имя Иисуса Христа. То есть Бог будет с вами, со всеми. Это благословенная пудра. Аллилуйя. Что же, Господи, обидно, обидно, благослови? Обидно, обидно, благослови? Слава, Господи. Слава, Господи. Сергей, благослови. Слава, Господи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... время и жизнь летит вперед. Казалось бы, вот совсем свежие события, вот решали представления, это уже история, да? Это уже история. Представьтесь, мои драгоценные. И, знаете, вот, я не знаю, как вы, как у вас, вот сегодня впечатление о течении времени. У меня впечатление удивительное. Мне казалось, что это конкретно вчера, было 31 декабря 2010 года. Да, ровно вчера. Ровно вчера мы здесь встречались, как будто бы, у меня было такое интересное событие, которое свежо в голове, с летом и братьем у нас происходило, тут дверей, поворот, вот. И так все остается в голове, как будто бы вот только что все было это. Знаете, друзья мои, но я думаю, что я, конечно, не сторонник каких-то особенных дат, вот. Ну, как-то вот действительно этому люблю придавать значение. Но думаю, что в нашей жизни какие-то определенные вещи, они важны. Вот мы подходим к концу 11-го года. Я думаю, что какие-то вещи надо поправить, что-то надо исправить. Что-то надо сделать в жизни. Кто-то сказал, что-то купить, а можно что-то продать. Говорят, под Новый год все всегда сбывается. Даже что не сбыл за год. Говорят, под Новый год все мечты сбываются. Даже что не сбыл за год, все всегда сбывается. Вот, говорят, да. Так что, может, что-то придется сбыть, вот, получится. Понимаете, мои дорогие? Поэтому я просто немножко утрирую, но тем не менее. Но самое главное нам надо привести в порядок наше взаимоотношение с Богом. Я не знаю, как у вас это, но у меня очень часто так именно было. Когда подходят такие моменты, ты как-то вот начинаешь размышлять о течение времени, о скоротечестве нашей жизни. И необходимо проверять себя, хотя надо проверять хотя каждый день себя. Знаете, это очень важно. Что еще мне хотелось бы сказать? Я сейчас уеду, у нас у них похороны. У нас умерла наша драгоценная сестра, одна из самых-таки доложителей в нашей церкви. Она в последнее время была дома, прожила на 97 лет. 97 лет, в каком же году она родилась тогда? В 14-м или 15-м, да? Ну-ка посчитайте. В 14-м году, да? Она начинает революцию, пережила. Вот, пережила гражданскую войну, вот, коллективизацию, Великую Отечественную, восстановление после Великой Отечественной, застой пережила. Представляете себе, перестройку, постперестройку, и можно перечислять до сегодняшнего дня. А вот, у нее был очень свежим, к сожалению, ее не пускали, нас не пускали к ней родственники. А вот, но ее родственники сегодня в нашей церкви очень многие. А вот, ну, а дочке ее не пускали. Мы пытались к ней приходить с ее преклонением, но вот они не хотели. А вот, сегодня вот, мы сегодня ее похороним. А вот она пошла уже в вечность, и мы ее тело продадим в земле. А она там уже у Господа. Я знаю, она была верной частью Господу. Я помню, когда она даже показалась, наверное, в 88-89 год, наверное, вот в это время, где-то, это все происходило. Я помню эти моменты, мои дорогие. Но, что я хочу еще сказать. Я хочу сделать объявление. И первое объявление, которое я хочу убедительно сделать, что у нас сегодня вечером будет обязательно лидерское, и будет у нас молительное собрание. Я призываю не только лидеров, а всех, кто хочет молиться, у кого есть желание общаться, у кого есть желание двигаться в Господе, приходите, пожалуйста. Вы знаете, у нас есть о чем разговаривать с Господом. И я скажу, у нас на месте неплохие тенденции на дальнейшее строительство наше. Мы должны молиться Господа, потому что Бог благостоит на финансы. Господь дал нам мудрость, и как мы можем сделать, как мы могли сакончить, чтобы в каком-то виде мы будем видеть, мои дорогие, все. Мы должны об этом молиться. Мы должны молиться о нашем городе. Мы должны молиться о прорыве в нашей церкви, потому что мы должны заботиться о росте церкви. Это очень важно о том, чтобы умножались ученики Иисуса Христа, и чтобы мы сами становились этими учениками. Не просто прихожанами, не просто, знаете, вот такими обывателями в церкви, которые приходят и уходят. Нет, а людьми, которые вовлечены конкретно в жизнь Божия на последнее время. Поэтому в 6 часов, я думаю, мы даже попьем чаю, посидим, общаемся. У нас будет время, хорошее время для молитвы. Это правда важная вещь, и я молюсь Господу, чтобы все больше и больше людей могло быть вовлечено в эту молитву и в это движение. Вот такое объявление. Остальные объявления, наверное, я делаю в конце собрания. Вот, а сейчас давайте будем участвовать в наших промышлений, в наших десятин, вот, в наших жертвах Господу. Попустя себя Богу оставит быть жертвенными, потому что Библия говорит, доброходно дающего любит Бог. Знаете, вот в новом периоде написано, дающего, у нас доброходно, как же я прочитал, написано там. Ну, смысл такой, тот, который дает с легким сердцем. Просто берет и отдает, потому что он считает, что он это сделал для Бога. Не обязанность выполнить, а как бы привилегию исполнить, мои дорогие друзья. Это привилегия дарома Господа. Пусть на себя Бог обильно, обильно благословит. До свидания. Тихо в комнату я, Я пойду, чтобы все рассказать тому, Кто меня поймет, и тот час поможет мне. Пусть не знает никто, о чем Буду я говорить с отцом Небесным моим близким и родным. Я прошу Тебя, мой Господь, Ты меня сохрани. Ты возьми меня, мой Иисус, В руки свои. Пред тобою склоняюсь, мой Бог. Ты от боли избавь, и на правильный жизни пусть Меня ты направь. Вот иди, кто мне может помочь, И не скажет, уйди мне прочь, Даже если я И в чем-то не правь. Ты успокоишь меня и простишь, А в одном я прошу Тебя лишь, Любовью своей меня ты обогреть. Я прошу Тебя, мой Господь, Ты меня сохрани. Ты возьми меня, мой Иисус, В руки свои. Пред тобою склоняюсь, мой Бог. Ты от боли избавь, И на правильный жизни пусть Меня ты направь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры делал DimaTorzok Я прошу Тебя, мой Господь, Ты меня сохрани. Ты возьми меня, мой Иисус, в руки свои. Пред тобою всклоняюсь, мой Бог, Ты от боли избавила. И на правильный жизни путь Меня Ты набрала. Тихо в комнату я войду, Чтобы всё рассказать тому, Кто меня поймёт, И тот час поможет мне. Пусть не знает никто о чём Буду я говорить с отцом Небесным моим близким и родным. Слава нашему Господу! Давайте мы сейчас встанем, помолимся за эти финансы, поблагодарим нашего Бога. Дорогой Господь, мы благословляем Твое Святое Имя, Отец Небесный. Мы благодарим Тебя, что Твоим Духом Святым Ты здесь, рядом с нами и у нас. Я благодарю Тебя за эти финансы, Господи. Я благодарю Тебя за это семьи веры, Господь. Я благодарю Тебя за каждого человека, кто сегодня расположил своё сердце быть щедрым, Господь, даятем для Твоей славы. И сегодня я прошу Тебя, благослови эти финансы, Господь. Благослови каждого из нас, Господь, всегда быть доброхотными, дающими... Господь, на всякое доброе и благое дело во имя Господа нашего Иисуса Христа. Я прошу тебя, Боже, благослови нас на наших работах, Господь. Те люди, кто, быть может, ищет работу и не может найти, помоги, Отец Небесный, во имя Иисуса Христа. Благослови экономику нашего города, Господь. Благослови нашу страну, Господь, по Твоей великой милости и благодати. Мы все уверяем в Твои драгоценные руки, наш любящий Бог, Отец и Небесный, Дух Святой. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Я попрошу, чтобы детки вышли сюда, в ближайшей сцене. Мы помолимся за вас, Благослови. В этот момент, когда дети выходят, я зачитаю нужды, которые у нас есть. Но первое не нужда, а радость у нашей сестры Антолины. Сегодня день рождения. Давайте мы ее поприветствуем. Пожалуйста, он может быть сюда. И может, на этой неделе тоже, у кого-то был день рождения, мы приглашаем вас сюда. Мы желаем поздравить и помолиться, и благословить вас. Пожалуйста, не стесняйтесь, выходите ближе к сцене. Давайте мы встанем, протянем наши руки, благословим нашу сестру. Дорогой Господь, мы благословляем Твое драгоценное имя. Мы благодарим Тебя за нашу сестру Антонину. У нее сегодня день рождения, Господи. Мы поздравляем ее во имя Господа нашего Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, что Ты спас ее. Мы благодарим Тебя, что Ты нашел ее в этом мире, Господь. Она верит в Тебя. На той неделе она рассказывала прекрасные свидетельства Твоих чудес в ее жизни, Божьей. И сегодня мы благословляем ее во имя Иисуса Христа. Все последующие годы жизни благослови, храни ее в надежных руках, Господь. Пусть Твоя воля, благая, угодная и совершенная, в полноте исполняется в ее жизни, Господь, во имя Иисуса Христа. Пусть как подарком от Тебя придет ответ на ее молитвы, Господь, во имя Иисуса. Мы просто вверяем его в Твои драгоценные руки, наш любящий Бог, Отец и мой Дух Святой. Аминь. Поздравляем вас с Витами. Дорогой Господь, мы также молимся за наших деток. Мы благодарим Тебя за их любящие открытые сердца. Мы благодарим Тебя, что они спасены. Мы благодарим Тебя, что их имена записаны в книги жизни Божьей. Мы благодарим Тебя за то, что в нашей церкви есть воскресная школа, где дети обучаются Слову Божьему. Спасибо Тебя, Господь. Благослови учителей, благослови их помощников, Боже. Спасибо за тот верный, жертвенный труд, который они несут в нашу церковь, Боже. Благослови, Отец, весь процесс обучения. Пусть Слово Христово, оно обильно вселяется в эти юные сердца и приносит тот плод, который Ты желаешь увидеть в их жизни во имя Иисуса, наш любящий Бог. Аминь. Братья и сестры, у нас еще есть две нужды. Я хотел бы, чтобы мы серьезно отнеслись и помолились. Здесь первая нужда, это сегодня звонила Остахова Юлия, она попросила молиться за бабушку. Ее положили в больницу на присмертии. И как бы печаль именно в том, что Юлия благовествовала своей бабушке о Господе, но она еще не приняла его своим спасителем. Поэтому именно молиться, конечно же, и за восздоровление, но в первую очередь за спасение, за то, чтобы человек позвал Господа. И то же самое, такая же нужда у Оксаны Прокопенко. Папа лежит в коме. Он тоже, к сожалению, пока не принял Иисуса своим спасителем и Господом молитву, чтобы он вышел из комы, чтобы он покаялся, чтобы Господь исцелил его. Поэтому давайте мы его как за себя позовем в этой молитве, за эти души. Дорогой Господь, во имя Сына Твоего Иисуса Христа, мы молимся, Господь, за Юлиюну бабушку, Господь. Мы молимся за отца Оксаны Прокопенко. Боже, ты видишь, что в принципе одинаковая нужда, Господь. Эти люди, они в болезни, Господь. Эти люди, они при смерти, Боже. Но, к сожалению, они пока не приняли Тебя своим личным Господом и Спасителем. Боже, мы молимся, стоим. Мы стоим в проломе за эти души, Господь. Я знаю, что ты любишь их. Я знаю, что ты умер за их грехи. Я знаю, что ты желаешь, чтобы они пошли на небеса, Господь. И сегодня мы церковь, молитвы, веры, согласия, единства, мы взываем за эти души, Господь. Мы просим тебя, Боже, прикоснись к ним твоими исцеляющими руками во имя Иисуса Христа. Чтобы они приняли Тебя своим личным Господом, своим Спасителем во имя Иисуса Христа. Чтобы произошло также исцеление их тел, Господь, во имя Иисуса Христа. Мы молимся, мы взываем об этом, Господь. Мы стоим в вере во имя Иисуса Христа. Мы запрещаем смерти подходить к этим людям во имя Иисуса Христа. Мы провозглашаем слово обетования, которое говорит, что веру в Иисуса. И спасешь это ты, а также весь дом твой. Мы провозглашаем это слово в жизнь Валентины Петровны и жизнь Анатолия во имя Иисуса Христа, Господь. Мы верим, Боже, что Твое спасение, оно будет принято ими во имя Господу нашего Иисуса Христа. И мы заранее благодарим Тебя, нашего любящего и чудного Бога, во имя Иисуса Христа. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь, время для Божьего Слова. И сегодня у нас в гостях Журавлев Сергей. Пожалуйста, давайте мы поприветствуем нашего брата. И он поделится слово. Слава Иисусу Христу! Слава нашему Господу, Богу и Спасителю! Дорогие друзья, всем вас приветствую и благословляю именем Иисуса Христа. Давно не виделись, но время очень быстро подвигает на самом деле. И вечность впереди. Но хочется на этой земле, в этом промежутке времени, что Бог нас поместил, прославить его максимально. Слава Богу! Дорогие друзья, давайте мы вместе исповедуем символ веры. Давайте скажем так. Я верую. Верую. Во единого Бога Отца. Всемогущего. Творца Неба. Земли. Всего видимого. Невидимого. И в единого Господа. Иисуса Христа. Сына Божьего. Единородного. От Отца Рожденного. Прежде всякого времени. Как свет происходит от света. Бога истинного от Бога истинного. Рожденного, а не сотворенного. Единосущного Отцу. Через Которого все сотворено. Нас ради людей. И ради нашего спасения. И воплотившегося. И воплотившегося. И воплотившегося. День. Согласно Писаниям. И вознесшегося на небеса. И сидящему на почетном месте у Отца Своего. И вновь грядущего во славе Своей, чтобы судить живых и мертвых, и Его Царству нет и не будет конца. И в Духа Святого, Господа Истинного, Животворящего, от Отца Пришедшего, со Отцом и Сыном, мы Ему равно поклоняемся и прославляем Его. И Он говорил нам через пророков во единую, святую, соборную и апостольскую Церковь, испомянуйте на крещение, восставление грехов, ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь! Аплодисменты от Сын Сыны, из которых мы вовремя и живы. Другие и положительные аплодисменты. Аплодисменты от Сыны, из которых мы вовремя и живы. Благослови на собрание Твое, Боже. Мы собрались здесь во имя Иисуса Христа, Господь. А Ты говорил, что где два или три человека собрано во имя Твое, там и Ты посреди. Ты посреди нас сейчас. Наш Учитель, наш наставник. Учи и наставляй нас сегодня, Господь. Без Тебя мы действительно ничего не сможем сделать доброго. Но с Тобою мы сможем сделать все. Благослови нас. Тебе слава за все. Аминь. Дорогие друзья, приветствую всех вас. Имени Иисуса Христа. Он действительно самый великий и самый могущественный. Он наш Учитель и наставник. И Он сейчас среди нас. Друзья, не так часто мы видимся, но я с большим таким волнением каждый раз приезжаю в Орел и к родителям. Я молюсь за родителей, молюсь также за своих других родственников. У меня много родственников, но, к сожалению, почти все они еще пока не спасенные. Или же на пути, как говорили хантеры, вот-вот спасутся. Или же еще далеко. Но я верю, что, как сказано, буду в молитве также из Писания, что спасешься, ты сам и спасешься, дом твой. Я также верю в это. И молясь за бабушку и дедушку, которым мы просили покаяния к Богу, о милости Божьей для них. Я вспоминал свою бабушку, которая умерла тоже в глубокой старости. Она умерла почти сто лет ей было. И перед смертью она покаялась. Именно перед смертью. Ей оставалось совсем немного жить. Она всю жизнь была атеисткой. Она говорила раньше, он особенно помнил ее всегда, что только лишь два были нормальных человеком истории России. Это Ленин и Сталин. Все. Она жила этими кумирами. Она жила этими идеалами всю свою жизнь. И ее муж, мой дедушка, получается, он был полковником НКВД и он был, знаете ли, до войны еще был полковником НКВД. И он был очень настроен агрессивно против верующих вообще как таковых, любых верующих. Независимо от их динаминации. Вообще само слово Бог, оно получается у бабушки и дедушки было как слово табу. Знаете ли, запрещенное слово. И слово верующий в уста бабушки было как слово ругательное. Как слово оскорбительное. И, знаете ли, в 88-м году, когда здесь вот в Орле, ну не в самом Орле, а там в Лепешкино, я начинал свое служение в храме православном, в начале 88-го года, то мои родители, они ультиматум, как он мне предъявляли тогда, я помню, либо мы, либо твой Бог, либо мы, либо твоя церковь. И потом, отрекаясь от меня, говорили, ты нам больше не сын, мы тебя потеряли, вот у нас было два сына, теперь осталось только один сын, значит, имелось в виду мой младший брат, значит, и вот тебя мы потеряли, ты умер для нас, все, мы тебя больше не знаем. Но прошло лет 10, знаете ли, после этого, и, слава Богу, моя мама забрала с тобой и стала обратно, и она сказала, что, слава Богу, что ты нас тогда не послушал, что ты нас тогда не послушал и продолжил ходить в храм, верить в Бога и, ну, служить в храме. И, знаете ли, и дело не в том, что, не только в том, что, конечно, слава Богу, что безбожный союз разрушился тогда, он рухнул, этот колосс, хотя нам каждое утро лучше влагали, что он якобы нерушимый, но Бог разрушил на основании это безбожное детище, монстр, этот империю зла. И, знаете ли, и многие вчерашние атеисты, многие вчерашние отрицательные богохульники стали, слава Богу, задумываться над тем, что ведь такие есть, такие что-то на свете белых. Знаете ли, и лет через 10, после вот падения безбожного союза, моя мама сказала, все-таки, наверное, что-то есть на свете. Наверное, все-таки, ну, без Бога не могло это само собой образоваться, знаете ли. И, ну, цепь уехала, как говорится. До сих пор еще в школьных программах порой безбожие, атеистическое, знаете ли, нашим детям влагают. И мои дети порой с ушелся, рассказывают мне, приходя со школы, те, кто еще учится, что до сих пор еще пытаются вложить в уши молодого поколения, что якобы наши бабы и мамы были обезьянами, и, значит, якобы все само собой образовалось, теория большого взрыва или как-то еще, знаете, такой пофигизм такой научный. И это, скажу так, что попытка в очередной раз просто-напросто дезинформировать население раз, а второе блюнуть в небо. Но каждый раз плевок в небеса, он возвращается к тому, кто плюет. Потому что Бога не плюешь, но люди, пытающиеся плевать в небеса, они сами будут заплеваны. И я скажу так, что всякий, кто призовет имя Господня, спасется сегодня, сегодня для всех. Даже если кто-то пришел в это собрание сегодня в церковь, зашел просто так, или в гости, или под нашим родственников, я не знаю как, или просто потому, что вот подумалось, а почему бы мне не прийти, допустим, сегодня вот в такую церковь для разнообразия. Я принял, допустим, одну церковь, теперь другую, пятую, десятую, но если вы здесь оказались, и у вас сегодня есть понимание, что вы грешник, и вы знаете, что Бог таки есть на белом свете, и Бог, поверьте, в следующее, согласно Слову Божьему, что Бог возлюбил настолько этот мир всех нас, что отдал своего Сына за нас, Иисуса Христа, праведника, за нас, неправедных, грешных, чтобы мы не погибли, мы не пошли в ад, чтобы мы не имели жизнь вечную. И поэтому сегодня для каждого есть благая весть, спасение через веру в Иисуса Христа. Слава Богу! Да, друзья, я думаю, мы еще помолимся молить покаяние, если вы сейчас в собрании, и вы размышляете на тему, кто есть Бог, и что есть Бог, и вообще есть ли Он на белом свете, или вы уже знаете, что Он Бог есть, но вы еще колеблитесь, принимать ли мне Иисуса Христа, является ли Он Господом, Богом, Спасителем, или Он просто миф, то сегодня я убеждаю вас, примите Иисуса Христа Спасителем. Мы ближе к концу собрания, наверное, помолимся вместе, молитвы покаяния, думаю, как раз с пастырями и с пастой Юрой помолимся вместе, потому что пастыр Павел уже уехал, я не понимаю, уже на похороны. Слава Иисусу! Дорогие друзья, и перед тем, как вы получаете Слово Божьего, а я буду читать сегодня из Евангелия Террана, с 10 главы, с 22 стиха и дальше, до 30 включительно. Я хочу передать привет от своей семьи, от своей супруги, от наших детишек шестерых, слава Богу! И также от нашей церкви, не так давно я был как раз у себя в церкви, моя церковь находится в Киеве, в общем-то, и не только в Киеве, конечно, наша епархия, она такая уже, пусть небольшая, но такая раскинистая довольно-таки, вообще в целом передаю привет от украинской реформаторской православной церкви, от православных обновленцев, реформаторов, и, конечно, мы молимся в эти дни о том, чтобы Господь, Господь как можно больше душ приобрел на этой земле, чтобы сегодня, знаете ли, Господь собрал большой урожай. И в этом давайте каждый из нас приложим в свои руки, давайте в этом, в молитве, в благовестии будем не ослабевать. Слава Иисусу! Это очень важно, потому что написано, о, вы напоминающие о Господе, не умолкайте, слава Богу! Мы не судьи, судья у нас один, это Бог, а мы лишь Его свидетели, мы лишь говорим правду, и правду, и ничего кроме правды, а правду, и сам Иисус Христос. Аминь. И, господа, братья и сестры, я читаю из Евангелия Адриана, с 10 главы, с 22 стиха написано здесь о празднике, который вот на этой неделе наступающий раз уже произойдет, наступит. Этот праздник, его называют еще Еврейское Рождество, или же Ханука. Праздник Ханука, праздник света, праздник обновления. В синодальном переводе написано как раз обновлении. Но по-еврейски это слово звучит как Ханука. Также это слово переводится на поселье и реформации. Написано Великая Реформация, потому что Великая Ханука. Евангелия Адриана, 10 глава, 22 стих. «Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. И ходил Иисус в храме, в притворе Соломонову. Тут иудеи обступили Его и говорили Ему, «Долго ли тебе держать в нас в недоумении, если ты Христос, скажи нам прямо?» Иисус отвечал им, «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца Его, они свидетельствуют о Мне. Но вы не верите, ибо вы не из обед моих, как я сказал вам. «Овцы Мои слушаются голоса Моего, и я знаю их, и они идут за Мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей. Отец Мой, который дал Мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца Моего. Я и Отец одно. Аминь». Друзья, праздник Ханука, праздник обновления, он в разные дни по солнечному календарю происходит. В общем-то, по еврейскому, по библейскому календарю он всегда в одно число начинается, но мы же там не по лунному календарю, не по библейскому, не по еврейскому, а по гражданскому такому солнечному календарю. Он удобен, конечно. Солнце встало, день начался, село, день закончился. Он практичный, казалось бы, но не такой точный, как лунный, конечно, календарь. Все астрономические вычисления, они проводятся по лунному календарю, не по солнечному, для большей точности. Так вот, и скажу, что в этом году, получается, праздник обновления начинается 20 декабря вечером. То есть во вторник вечером будут по всему лицу земли, начиная с Иерусалима и по всей нашей планете, будут в домах евреев, в домах и также тех христиан, что помнят корни своей веры, будут зажигаться праздничные огни, будут зажигаться хануккальные огни. И минора, которая зажигается на хануку, она необычной формы. Кто может, знает, раз в году зажигается такого рода минора, девятисвершная. Не семисвершная, а девятисвершная. Ее называют хануке, чаще всего, для удобства, потому что это именно праздничная минора, именно праздника ханука, праздника обновления. Иисус почтил этот праздник, Иисус, он чтил праздники библейские, Иисус чтил праздники еврейские, Иисус чтил как раз праздник обновлений. Он был на этот праздник в храме, он был в притворе Соломоновом, там, где впоследствии собирались первые христиане, первые мессианские евреи, первые те верующие, что приняли Духа Святого, что составляли первую церковь Иисуса Христа. Колобей, наши с вами старшие братья и сестры, первопроходцы, пионеры христианства, стоявшие у истоков церкви. Так вот, господа, братья и сестры, скажу, что Иисус там, в притворе Соломонову, он рассказал очень важное откровение. Иоанна 10.30, одно из ключевых откровений Христа и Иисуса о Самом Себе, о том, кто Он Сам есть. Он говорил в Писаниях о Себе очень интересно. Он говорил и прямо, словами, говорил делами, и то, и другое великолепно. Здесь Его Слово конкретное. Иоанна 10.30, я и Отец одно. Но Иисус говорил так же, что прежде чем был Авраам, он был уже. Вообще, само Евангелие от Иоанна начинается такими словами. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Богом. И написано, что все, чем из Него начало быть, что начало быть. И без Него ничто не начало быть. И мы знаем из Нового Завета великую тайну, что весь этот мир, что мы видим сегодня вокруг себя, весь этот мир, что можно исследовать микромир, макромир, это все создано для Иисуса Христа. Это все создано Христом и для Иисуса Христа. Это Его собственность. Это Его планета. Пусть загаженная, пусть обезображенная нами. Пусть, да, уже обреченная на уничтожение из-за греха. Но это все-таки Его собственность. Это Его имущество. Пусть даже и нами очень сильно испорченное. Это Его право. Он является Господином всего. И эта планета Его собственность. И Он пришел на Свою же землю. И пришел к Своим. И Свои не приняли. Но, и больше того распяли. Но тем, которые приняли Его, дал власть быть чадами Божьими. Которые родились не просто от хотения Пап и Мам. Но родились от хотения Бога Великого. Свышно родились. И это есть великая тайна, друзья. Примерно то же самое происходило в духовном мире. Еще, я так понимаю, задолго до того, как мы появились вообще. Задолго до того, как были мы в проекте еще. В ангельском мире. Написано в начале, как раз в первой главе повстанники еврейскому народу. Говорится, что когда первородного Бог вводил во Вселенную. Что было сказано? И допоконятся Ему все ангелы Божьи. И я так понял из Писаний Верховного Завета, что на Небе Великая война состоялась. Не просто война. Это был бунт. Это была революция. Это была трагедия. Больше, намного больше, чем наши вот столетние давности 17-го года революция. Намного более трагичная. Знаете ли, там не было крейсера Аврора и Ленина на броневике. Там была гораздо худшая ситуация. Там Бог, Отец, Он каким-то образом, удивительным образом, Он спрятал Сына Своего от всех ангелов. От всего этого мира, невидимого, как мы говорим еще, духовного мира. Бог, каким-то образом, есть много миров разных получается. Есть тот мир, куда даже ангелы не могут заглянуть получается. Потому что Иисус был скрыт. Но когда первородного во Вселенную Бог, Отец, водил Иисуса, Он сказал, и допоконятся Ему все ангелы Божьи. А об ангелах не так. Ни об одном ангеле так не сказано нигде. Ангелы в служебной руке написано, в том же постальник евреев. И 2000 лет назад примерно эта трагедия состоялась и на земле. Разыгралась великая драма. Как там на небе. Какая драма на небе была у ангелов. Те, что не послушались, отпали. Треть ангелов, мы можем предложить из Писаний, они отпали просто-напросто. Первый, у первого. Ну, у лидера группы прославления были, как нервы сдали первого. А потом у других. И те, кто не поклонились Христу и Иисусу в вечности, у них были большие проблемы. И до сих пор эти проблемы. И скажу, что в человеческом мире Иисус был скрыт. Люди, евреи и те, кто боялись Бога с разных народов, они знали о Боге Авраама, Исаака и Якова. Они знали о Боге. Но был скрыт Сын Игнародный. Он был каким-то образом скрыт от всего человечества. Хотя, гадательно, как бы вот так вот косвенно, мы можем из Ветхого Завета говорить о Христе Иисусе. Но это было настолько закрыто, закрытая тема. Но однажды Мессия пришел. И он стал тоже, как акмос и бумажечка в этом великом эксперименте. Вроде все человечество одинаково, вроде все люди, хомо сапиенс, да, раб Божий, общет кожи. Все люди одинаковы, казалось бы. Но нет таких. И Иисус стал вот этим проверочным. Он стал вот этим моментом проверки. И те, кто на Него упадут, они разобьются. И на кого Иисус упадет, будет уверен, раздавит. Мокрого места не оставит. У нас есть лишь одно, ну как бы один путь спасения. Принять Иисуса как своего Спасителя. И строить на нем свою жизнь. Потому что никто не может положить другого основания, кроме положенного, который сам Иисус Христос. Братья и сестры, слава Иисусу Христу. И на праздник Ханука каждый день добавляется новая свеча, новая лампада. Всего 8 дней праздник продолжается. В этом году, с 21 декабря по 28 декабря. 20 декабря вечером зажигается первая свеча, первая лампада Хануки. Первая лампада, первая свеча праздника обновления. И о самом празднике в Новом Завете больше ничего не говорится. Только лишь одно упоминание об этом празднике в 10 главе Евангелия Данны. Как раз Иисус был на празднике обновления. Но, вообще-то, об этом празднике можно прочесть из книг исторических. Можно прочесть о том, что лет за 200 до Иисуса Христа такая была ситуация. Пришли враги в Израиле. Пришли захватчики, оккупанты, которые оккупировали Израиль. И евреев принуждали делаться язычниками. Евреев принуждали забывать свои корни. Забывать свою веру. Запрещали изучать Библию. То запрещали обрезать. Запрещали кашут. Запрещали все, что Богу нравилось, это все запрещалось. И наоборот, что Богу не нравилось, это поощрялось. Поощрялось идолопоклонство в самом махровом виде. В вульгарном виде. Даже в самом храме были поставлены истуканы. Греками были поставлены идолы. Идол Зевса, идол Альтеоха и Епифана. Прочие истуканы были поставлены во святом храме Божьем. Сам Иерусалим был наполнен истуканами. На перекрестках улиц были поставлены истуканы. На входе в город Иерусалим были поставлены истуканы. У каждой крепости были поставлены идолы. В каждом из селений, большом или маленьком, по всему Израилю, оккупированному, греками были поставлены истуканы, идолы. И им принуждали поклоняться. Те, что отказывались от этого безбожия, их принуждали силы и убивали, казнили на глазах у других евреев. А Писания, сохраненные в книгах Макомейских, они ужасны. Рассказывают эти книги нам о том, что были казни самые изощренные. Даже за изучение Писания, за изучение Торы, просто-просто убивали, очень жестоко убивали. Казни были жестокие. И особую роль вот в этой эллинизации населения, эллинизации Израиля, то есть оболванивание населения, просто-просто демонизация населения, демонизация Израиля, была политика на молодежь на цели. Самое первое. Потому что хотели, чтобы у старики как бы что с них брать. Они свои евреиства еще будут помнить до самой гробовой доски. Но там с молодежью дьяволу было попрогорнее. Он хотел, дьявол тогда через Антиоха, Епифана, через этих оккупантов, греческих эллинистов, он хотел молодежь еврейскую взять и сделать язычниками, сделать их вот такими болванами, этими языческими, истукатами, как называли их. И скажу, что принуждали очень многих молодых людей, к сожалению, не безуспешно. Потому что привело все к тому, эта политика привела к тому, что для многих евреев тогда молодых, даже свой язык еврейский, он казался уже варварским. Своя религия, своя вера казалась варварским. И наоборот, греческая считалась передовым, просвещенным. И молодежь еврейская зачитывалась Сократом, Аристотелем, Пифагором. И, в общем-то, племария многие с высокой полокольни, как говорится, на Дору, на Библию, на Иегову, на Бога Авраама, Исаака Якова, на Храм Божий. Приходило все в запустение. Но не все молодые люди были подобного рода. Не все были бесхребетными, не все были вот такими амлюбами. Знаете, были те молодые евреи, которые сказали, нет, мы не будем поклоняться истуканам. А почему? Потому что Богу нашему это противно. Потому что Богу нашему это мерзость. Потому что мы, евреи, потому что мы, любящие Бога, потому что мы чтющие Бога, иудеи. И, знаете ли, что они отказались от этого богохульства. Эти молодые люди, их в народе прозвали Макаби. Макаби. В традиции нашей мы называем их Макаби. Это были герои веры. Их называли по-еврейски Макаби. Макаби. Макаби значит кувалда, молот. Молот, кувалда, Макаби. И эти Макаби, эти Макаби, это были герои веры. Это были те молодые люди, которые говорили резкое нет этому безбожию, отступничеству. Они уходили из городов своих, из сел своих, уходили в горы. Еврейские, такие партизанские отряды составляли. И делали нападения, дерзкие нападения на противника. Они молились Богу, каялись в грехах. И делали такие точечные удары по этим оккупантам. Так, чтобы земля горела у них под ногами. Так, чтобы они понимали, силы неравные. Против дозуков вооруженных, головорезов с разных стран мира. Знаете ли, горстка еврейских патриотов молодых, безоружных фактически. Вооруженных именно молотами, кувалдами. Все, что они могли найти. Знаете ли. Но, это казалось ничто. Но они хотели не сидеть сложа руки. Они хотели не просто верить, что постепенно само собой все наладится, образуется. Они хотели что-то сделать. Они хотели что-то добиться, чего-то добиться. И когда эти партизанские отряды боговеев, они умножились уже, их стало больше, но все равно, конечно же, несравненно. Они не могли состязаться с оккупантами. И по оснащенности, и по количеству солдат, конечно же. Но в их сердцах была горящая вера. И однажды, эти боговеи, придя к Иерусалиму, они каялись. Они каялись в их грехах. Они посыпались лет леплом. Захватчики смотрели со стен Иерусалима, как на горстку этих фанатиков каких-то молодых. Вот собрались, ну не только молодые, там были уже не только молодые люди, но вот собрались евреи, Голосят там, причитают, ну и что, лягуши религиозные могут. И уйдут. Попликовали, и уйдут. Ничего не сделают они, потому что гарнизон этих оккупантов был больше по количеству солдат, чем этих пришедших. И они были профессиональными солдатами. Они не были хлебопашцами вчерашними, они не были вчерашними простыми мирными гражданами. Знаете ли, они были вояками. И вооруженных у зубов их было больше, поэтому им в голову не пришло, что евреи могут пойти на штурм в тот день. А евреи так и сделали. Это было удивительно. Эти братья совершили великое чудо. Знаете, Бог совершил через них великое чудо. Они не стали стоять под стенами Иерусалима долго. Они каялись в мельхав своих. Они видели опозоренный, оскорненный город великого царя. Они видели, что с Иерусалимом сделали язычники. Они увидели всю эту мерзость. Они увидели этих истуканов. Свиной виск из храма доставал, достигал их ушей. Потому что там греки, они, знаете, нагадили на чистом. Они знали, что для евреев мерзость, что для Бога еврейского это мерзость. И они их специально приводили свиней в храм, резали их, и свиной кровью окропляли храм, и свиной мясо вложили на жертву. Их специально гадили на чистом. Они их специально умышленно, как бы, плевали. Знаете ли, плевали в душу еврейскую, плевали в Гиблию, плевали в Бога Авраама, Исаака, Якова. Специально добиваясь именно вот, знаете ли, вот такого хамства своим этим, вот именно своим этим отношением добиваясь того, чтобы евреи забыли вообще все святое, чтобы это вытравилось, выпить у них из сердца. Но, братья, сестры, что произошло? Эти маковеи, они сказали примерно так в молитве своей, перед стенами, возле стены Иерусалима. Они говорили примерно так, что Бог, мы, они каялись, например, да, они просили прощения, в том, что истукаты были в их сердце. То есть они каялись не просто там за вот опозоренный Иерусалим, они каялись, что за свои грехи каялись, короче. Потому что они понимали, что именно по их грехам, по личным их, вот нечистоте, по грехам, отступничеству Бог попустил такому беззаконию произойти на земле. И они сказали Богу также еще такие слова, что мы лучше умрем под стенами Иерусалима, но больше не хотим увидеть город оскорненным и храм опозоренным. Мы не хотим видеть это мерзости. Мы будем идти на штурм. Они решились на военную авантюру, братья. Это была авантюра настоящая. Суворову не снилось такое. Они кинулись на стены Иерусалима. И что-то произошло. Бог пустил свое секретное оружие. У Бога есть наши, есть секретные такие приемы. И один из самых секретных его видов вооружения, которое он часто пускает в жизни некоторых верующих, я думаю, это уже было не раз. Вы, наверное, можете об этом тоже рассказать. Я тоже могу лично рассказать об этом секретном оружии. Это, знаете ли, Бог посылает сверхъестественный ужас, страх при лицом своих героев, при лицом верующих. И те, которые сильнее и могучее, казалось бы, они бродут, они боятся. Знаете ли, у них кишка тонкая, как говорят, и они бегут. Хотя, они, казалось бы, глиафы, они сильнее, казалось бы, внешне. Но победа не за просто, знаете ли, большие шкафы громко падают. У него, может быть, много всего мышц, да? Но не в этом есть победа. Победа часто достается не тем, кто, казалось бы, внешним качоком. Победа достается тем, я убежден глубоко, кто смиряется пред Богом и глубоко верит в Бога. Сокрушается пред Ним. И Бог дает победу удивительную. Слава Иисусу! Я думаю, многие верующие испытали нечто подобное в своей жизни. И макове испытали великое чудо. Бог поставил свое секретное оружие. Ужас! Эти оккупанты, они было больше. Они были на стенах крепостных. То есть, их преимущество. У них все козыри на руках с точки зрения тактики воины. Но они в ужасе, в панике стали разбегаться. Бросали оружие. Бросали амуницию. В панике, в ужасе стали убегать. Что за секретное оружие? Бог поставил его предлезом своих героев. И маковеи смогли взобраться на стены. Они смогли обладеть городом Иерусалимом. Они смогли перебить этот гарнизон, которого хватит ужас, паника. Знаете ли, они смогли войти в храм. Но то, что они увидели, конечно, повергало их в ужас. Они увидели в храме Божьем истуканы. Они увидели их идол Зевса, Антиоха и прочих бесов этих. И они взяли молоты. Они разбили их в пух и прах. В порошок стирали. Как они, в общем-то, поступали в других городах. Они также, когда если какое-то местечко освобождали, они тоже собирали всех евреев. На глазах у всех разбивали этих истукатов молотами. Буквально в крошку, в порошок. И говорили, смотрите, вот те, кому вам принуждали поклоняться. А мы в порошок стерли. А наш Бог небеса сотворил. И убеждали евреи вернуться к вере своих отцов. К вере истинной. От этих ложных и суетных обратиться к Богу живому и истинному. И, господа, удивительно, произошло чудо, обновление. В русском переводе сандалем, обновление. Ханука. Обновление. Праздник света. Бог совершил там чудо. В Иерусалиме. Каким образом? Когда Маковеев совершили такой, как я называю это, евроремонт в храме. Еврейский ремонт. Они очистили храм от идолов. Они освободили храм от этой мерзости. Они вымыли все, вычистили. И приготовили. У них были с собой священники. Кстати, они, казалось бы, шли на смерть. Но они взяли с собой священников, очищенных по закону, по правилам. То есть, знаете ли, по сути, они пришли на молитву о дожде с зонтиками. Они взяли с собой священников, приготовленных для служения в храме. Они взяли с собой жертвы. Но у них было упущение. Они не взяли с собой елея, масла. А без этого ингредиента нельзя проводить это богослужение. Потому как минора, храмовый смесвежник, он в храме горел непрестанно. Два часа в сутки, семь дней в неделю. Постоянно горел. Горящая минора, она означала своего присутствия Бога в смогущем храме. Вот эти оккупанты, они минору задушили и ее не выжигали. Минора была подуша. Это было очень дурным знаком. Это было очень плохим знаком. Это понимали священников. Многих казнили греки, потому что те противились. Они не хотели допустить даже их туда во святой, тем более к миноре. Но их убили, священников. И минора была, ну, просто стояла, как, допустим, экспонат в музее. Все. Она не функционировала. И евреи, когда начали служение, ну, один из-за того, злого начали служение, все приготовили. И вдруг схватились. Нет масла, нет елея. Они обыскали весь храм. Они обыскали все. И во всем городе нашли лишь один сосуд. Представьте себе. С вином на валовом. А вот чистого кошельного один лишь сосуд нашли. И знаете ли, что они сделали? Да, а до подвоза кошельного масла надо было неделю ждать не меньше. И у них было демо ждать целую неделю. Или же зажечь сейчас и была, не была. Знаете ли, на наши еврейские авости. Но в отличие от русского авости, еврейский авости он еще имеет некоторый просчет. И знаете ли, как вот те моряки-подводники, американская подводная лодка, которые решили повторить подвиг комсомольца советской подводной лодки и сделать без тормозной всплытье в лунку в Антарктике. Они сделали все расчеты, они все просчитали, чтобы повторить этот подвиг и сделать, тогда это было вообще, в те годы это было вообще высшим пилотажем. Знаете ли, это было петлей Естерова своего времени. Всплытие просто со дна моря, океана, резкое всплытие без всяких тормозов в лунку. Ну, небольшое отступление и все, гибель лодки. Представляете себе, в небольшую рунку всплытие. И комсомольец это сделал. И не раз сделал. И капитан комсомольца в одном из последних интервью своих, он говорил, что вот, мол, мы и без Бога это делали, отмечать американцам, и будем делать. Но как только он похвастался, первый же выход в море стал последним для этой великой субмарины. Вот так вот. Поэтому, как Хаджан и Савернин говорил, Набаха надейся, но верблюду привязывай. Надо все-таки думать еще о некоторых вещах, о других еще. И американцы, просчитав все полностью, как и комсомольцы, сделали такое же всплытие, капитан сказал следующее. В отличие от советских подводников, мы сделаем следующее. Мы все просчитали. Он объявил морякам, офицерам. Все понимают, что риск этот, очень серьезный риск. Мы рискуем всем кораблем и жизнью. То есть, может, спасутся, но, возможно, не все спасутся. Это страшно. Большая, это не маленькая субмарина была. Большая субмарина. И вот. И капитан обидел. А сейчас, говорит, братья, давайте все на колени. И будем молить Бога о милости. И они встали все на колени. Всем экипажам. Офицеры. Матросы. Капитаны. Встали на колени. Они в основном были баптисты, в основном. По динаминации. Его помощник был бесятником. Я читал это свидетельство. Потрясающее свидетельство. И, значит, они встали на колени. Все были верующие фактически. Там лишь два трещината была в команде, которые, ну, формами были. Христианами, как бы. Но они тоже участвовали в этом молитве. Там еще, знаете ли, как говорят, под обстрелом, под пулями нет атеистов. Знаете ли? Там нет атеистов. Этого атеиста можно харафориться. Это в мирное время, знаете ли, в грунт там стучать, я, мол, в Бога не верю, ни в черта, ни в кого. Но когда ствол на тебя наведет, там уже атеизм, как шелуха, знаете ли, как скорлупа яичная всякая осыпается. Там уже не до шуток уже. Там уже не до атеизма. Я знаю таких гордецов, которые говорили, мол, Бога нет и не надо. А как что? Так адреналина полные штаны. Но зато к Богу обращались. Я серьезно знаю такие случаи, когда на самом деле, ну, по-настоящему обращались к Богу в таких ситуациях. Господа, мне интересно. И вернемся к Хануке все-таки, а то у нас немного времени. Так вот, и на Хануку, что мы вспоминаем? То событие, которое Бог спешил там. Они залили масло, залили елей и, доверив все Богу, начали служение. Этого масла максимально хватило бы на сутки, я говорю. Но вместо этого Бог совершал чудо. Масло не убавлялось в этом сосуде. Бог совершал чудо. Каждый день. Все восемь дней подряд. Вместо одного дня восемь дней горело это масло. По этому праздник Ханука продолжается восемь календарных дней. И каждый день прибавляется еще одна свеча, еще одна лампада ханукальная. И мы говорим, о, Бог совершил там чудо. И еще, я говорю, Бог есть свет. И нет для них никакой тьмы. Еврейские мудрецы говорили так в древности, что даже небольшого света достаточно, чтобы прогнать большую тьму. Даже немного света хватит, чтобы прогнать большую, большую, большую тьму. А есть свет, который просвещает всякого человека, проходящего в этот мир. Это свет сам Мессия, сам Иисус. И минора, горящая в храме, она означала присутствие Бога в храме. То есть Бог показывал, что я с вами, я здесь. Все восемь дней. Пока не привезли масло и уже естественным образом долили туда уже лампады. И вот тогда чудо уже прекратилось. Тогда уже было естественное доливание масла. Человеческое, не Божье, человеческое. Но все эти восемь дней затаим дыхание. Все боящиеся Бога, все евреи, все, кто были там при храме, все, кто были в Иерусалиме, они наблюдали за этим чудом. Они наблюдали и наблюдали и славили Бога. Прошло уже больше будущих людей. Друзья мои, и до сих пор мы Бога благодарим. И сам Иисус на праздник Ханаку, он был там, мы усадили. И я думаю, непростое совпадение, что именно на Ханаку Иисус сказал одно из величайших откровений о самом себе. Именно на праздник Ханаку Он сказал, я и Отец одно. Иисус Макаби, Иисус настоящий маковей, Иисус, Он настоящий герой. И Он сказал, что есть настоящая Ханука. Это не просто пончики в масле, это тоже очень хорошо. Не только там, эти, как мы их называем по-русски, часто драники, да, картофельные эти в масле. Не только угощения, не только подарки, трэдл или что еще. Нет, это сам Мессия, это сам Иисус. И я и Отец одно. Вот настоящий секрет настоящего маковея. Я и Отец одно. Быть в единстве с Творцом. Друзья мои, и я еще сказал, что вот здесь у вас плакат такой висит, стенд. Великая Реформация. Мы тоже отвечаем в наших календарях, в календарях Украинской Реформации, в Крамославном Церкви тоже есть, эта дата стоит. И во всех календарях мы печатаем эту дату, 31 октября. Для кого-то это Хэллоуи, для кого-то это, значит, там, тыква. Но мы по тыкве. И мы говорим, что это день Великой Реформации, потому что именно как раз в этот день поднял люди, знамя Великой Реформации, обновления христианства. Да, во многом он остался таким же католиком, с такими же педобаптизмом его, антисметизмом, многими заворочками, но он сделал великое дело. А он среди этого молчания, знаете ли, и такого религиозного блея, он сказал Слово Божье. Соло скриптура, только Писание. И это стало менять весь мир. Слава Богу. Еще далеко было до лета, еще далеко было до даже настоящей весны, еще легко лишь начинало трескаться, но это был уже первый толчок Великой Реформации. Слава Богу. И вот пять столетий продолжается это обновление. И сегодня, что вы думали? Сегодня Магавеи, это мы с вами. Сегодня мы не берем молоты физические, да? Не вооружаемся в физические, чтобы убивать людей. Нет, сегодня не оккупация России или оккупация какой-то еще другой страны. Нет, сегодня, хотя есть оккупация, но оккупация гораздо более серьезная. Есть всемирный заговор, есть страшный заговор во главе с дьяволом, именно по оккупации всей этой земли. И мы знаем, что те, что еще в грехе, те, что еще не приняли Христа, те, что еще грешат, они рабы греху и находятся в царстве тьмы. Но те, которые покаялись, приняли Христа, они выходят из царства тьмы в царство света. И есть другой заговор по спасению рода человеческого во главе с Иисусом Христом. Христос, Он стал центром этого освобождения, отдав свою жизнь за нас на Голгофском кресте. Слава Богу! И сегодня всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Я часто, даже когда я евангелизирую, я беру часто этот крест. Это старый крест, ему больше 300 лет уже. И знаете ли, я говорю иногда любопытствующим гражданам, а вы знаете, почему такая форма, такая очень необычная православного креста? Ну, верхняя, это понятно, планочка, я объясняю, это планочка над Иисусом Христом, прибитая. Планочка, которая описана в Евангелии, что Иисус, Назарей, царь, его действие было написано. А почему еще такая косая, планочка внизу? Это очень древняя такая, знаете ли, у нас в православных есть свои заморочек, очень интересные. Есть свои очень интересные вещи. Так вот, и почему она косая? Подставку для ног она означает, казалось бы, но она косая изображается. Косой. Почему? Потому что по правую сторону, ну и по левую, до два разбойника было нарастать. И эти злодеи, они хулили Бога. Они были осуждены по делам своим, то есть это не было ошибкой судьи, это было на самом деле, но по делам их ним. Это был разбой, это были разбойники, но, что скажу, один из них, он одумался, один из них, он опомнился. И не только не прихотел свое богохульство, а хулу свою. Он кое-что сделал. Он признал, что по грехам своим достойно получает. А Иисус ни за что страдает. И он сказал, поменили я Господи в царстве своем. И вот есть такая традиция красивая, старая, косой делать эту планочку, показывая на то, что Иисус распятый. Если принимаешь его, принимаешь жертву, как за себя принесенную, идешь на небо. Не принимаешь, продолжаешь хулить, идешь в ад. Среднего не дано. Как небесный перекресток, если вы автолюбитель, да, вы едете, и вот видите полицейского. Вы не можете проехать мимо, по правилам. Есть небесные правила, они еще более жесткие, чем земные правила. Есть духовные правила, они еще более суровые. Знаете ли, и Иисус, как такой хороший гришник, от которого пулят, как бы, такой хороший, правильный, сухарик. Значит, и если принимаешь, ты можешь пролить либо направо, либо налево. Мимо проехать не можешь. Если ты слышишь об Иисусе Христе, слышишь благую весть о Христе, ты можешь его принять, Иисуса, как своего Спасителя. Как за тебя принесенную жертву. Как за тебя пролитую кровь. Как за тебя, умершего и воскресшего живого Мессию. И пойти на небо, либо отвергнуть эту бесконыстную любовь, протянув к тебе руку Бога, и пойти в ад. И третьего не дано. Нельзя на этом перекрестке вечно стоять. Нельзя там, сзади, там такое движение, это во-первых. Во-вторых, есть духовная истина. И земная истина. Земная в том, что мы здесь недолговечны на этой земле. Даже сто лет прожив, мы уходим в вечность. Вот сестра наша, она вот недавно ушла в вечность на днях, получается, да, и сегодня ее похороны, ее тело, ее душа уже в вечности. А даже прожившись сто лет такую удивительную жизнь, да, судьба, живая легенда, живая история. Столько повидать, представляете, людей. Но она все равно ушла в вечность. И поэтому крути, не крути. Хоть проживешь столько же, дай тебе еще больше жизни, но все равно ты уйдешь в вечность однажды. И поэтому долго стоять ты не сможешь никогда на этой перекрестке. Ты должен принять решение. И очень красиво здесь была эта песня, мы ее пели. Я принял решение. Как там? Я сделал выбор. Я сделал выбор, да. Прекрасно. И те, кто сделали выбор, Иисуса Христа выбрали, просто проставьте Бога. Проставьте Иисуса Христа. Слава и Иисусу Христа. Дай мне прекрасно. Те, кто еще выбор сейчас сделают, сейчас примут решение. Добро пожаловать в Сарство Божье. Добро пожаловать домой. В еврейском языке от шва покаяние, оно означает возвращение. Возвращение. Буквальное значение слова покаяние в старом варианте, именно Библии, в оригинальном, так говорить. Именно возвращение. То есть везде, где говорилось покаяние, покайтесь, покаяние, Иисус с чего начал пробовать? Он говорит, покайтесь, да? Приблизилось Царство Небесное. Он сказал, покайтесь. Новый Завет написан еврейскими апостолами, но написан на греческом языке. Что будет удобно очень для большинства населения. Для самого такого распространения максимального Слова Божьего. Но в еврейском, апостолы же говорили на еврейском, и сам Иисус говорил на своем родном еврейском языке. Шва означает возвращение. Вернуться. Вернуться. Да, в принципе, метанойя, греческое слово, оно тоже очень похоже. Означает поворот на 180 градусов. Разворот и движение в противоположную сторону. Слава Богу. И вернуться домой. Это замечательно. Замечательно. Знаете ли, в том уже далеком, да, в 88-м, когда я стоял перед выбором, я был молодым человеком совсем. Ну что такое, я что мог еще, ну как бы, сказать маме, папе. Я пытался говорить, допустим, что-то о Боге. Но мои все вот эти вот, знаете ли, какие-то слова о Боге, о вере воспринимались родителями, воспринимались родственниками, как или плохая шутка, или, ну, а мне было очень сложно, я не мог никак рассказать, донести до них, что Бог-то есть. Бог, Он существует. Ну, я вкратце скажу, для тех, кто может не знает мое смирество, что я пережил с ней встречу. 30 лет назад я пережил с ней встречу, и это была встреча такая сверхъестественная. Ну, для меня это было вообще чудо просто. Вот, например, здесь, вот, в Орле, когда мы живем тогда, вот, и на микрорайоне. И что произошло, я умер тогда. Я умер от двустороннего воспаления легких, пневмонии. И воскрес, и я жил. Но в этом коротком промежутке моей смерти я видел Господа, я видел себя в жизни, я хаял в своих грехах. И мне было очень сложно потом объяснить, потому что я прожил в семье атеистов. То есть, если другие там тоже были атеисты, у нас там знакомые были, тоже атеисты. Но они хотя бы там, у них бабушки были верующие, допустим, какие-то там, или религиозные, по крайней мере. Какие-то иконы пестили там, значит, как-то крестили детей своих, они там где-то как-то. То есть, как-то приобщались к религии как-то, да? Вот, но все равно, может быть, часто не вера, не вера, конечно, но религия какая-то была хотя бы. У нас даже не было формальной религии. Ни мама, ни папа не были крещены никакой церкви, ни православной, ни католической, никакой абсолютно. То есть, полностью. Бабушки и девушки были атеистами, и даже, я так знаю, со слов бабушки, перед смертью, что даже ее родители, то есть, прабабушка и прадедушка тоже были безбожниками, были атеистами. То есть, они были людьми образованными, даже высокообразованными, но, к сожалению, были атеистами. Но почему, я не знаю, только вечности, я думаю, я узнаю, значит, что произошло там у них, у моих, получается, прабабушки, прадедушки. Почему они ожесточились против религии, против Бога. Я не знаю, это было еще до революции, это было давно уже. Но, они были революционерами еще до революции. Потому что они были против Бога, против царя, там, и дальше, дальше. Вот, понимаете ли, безбожие. Но на мне прекратилось это проклятие. И сегодня я своим детям уже говорю, что Бог есть. Сегодня своим детям говорю, что Бог, Он существует, и мы, благодаря Ему, все существуем, Он создал всех нас. И Бог любит нас. Слава Иисусу Христу. Дорогие друзья, и хочу благословить вас, те, кто сейчас в размышлении, на пунктах не возникли, те, кто решились на молитву, покаяние, выйдите, пожалуйста, вперед. Давайте сделаем так. Пусть это будет ваш выбор. Молодые люди, девушки, юноши, бабушки, дедушки, мужчины, женщины, неважно какого возраста, знаете ли, Христу все возрасты покорны. Знаете ли, Бог есть. Когда 30 лет назад, уже больше чуть, 30 лет назад, когда я заглянул Его в глаза, я у Него такую любовь, которую, знаете ли, вот за эти 30 лет я знаю любовь. У меня есть жена, у меня дети, у меня служение определенное. Но, знаете ли, даже сейчас мне взрослому человеку не с чем сравнить. Тогда подросткам мне так же не с чем было сравнить. Я знал любовь моих родителей, но я не мог ни с чем сравнить вот то, что я видел там. Знаете, я рассуждая о вечности, часто мы, люди, можем предполагать, что там, на небесах, вот как-то все аморфно, как-то все сказочно, по наружку, не по правдушному. Вот, ну а то ты, когда смотришь на эту жизнь, вот так же абсолютно кажется все, по наружку. Как будто бы ты спал, и тебе снялся сон. У меня был ничего себе, хороший сон, но тоже был сон. Но я проснулся тогда, 30 назад, я проснулся, и я увидел совсем другое. Я тогда подросткам не мог предполагать даже, пока я рассказываю тех, кого коснулся Божий Дух, и вы хотели бы покаяться. Если вы первый раз, то можете выйти сюда сейчас на покаяние. Если вы не первый раз уже, но сегодня вы созрели, вы понимаете, что вам нужно выйти, тоже выходите. Если вы уже выходили на покаяние, но отступили, у меня тоже были падения. Были времена, что я отступал от Бога, но возвращался к Нему и говорил, Бог, прости меня. И мы знаем, что если мы с ним грешим, мы имеем ходатай пред Отцом Иисуса Христа, праведника, который за нас пролил свою кровь. И, как сам он сказал, я это читал только, что из Евангелия Трама, в начале служения, что никто не похитит их из руки Моей. Он крепко держит тебя в своих объятиях. Спасибо Иисусу. Если те, кто покаялся, хочут покаяться сегодня, я скажу, что Его любовь, она бесконечна, и я Бога благодарю, что Его любовь, она поднимает нас. Вот я говорю, спасибо, брат, за эти вот сейчас мотивы этой песни. И я об этом свидетельствовал не раз уже, и здесь в вашей Церкви, не раз. Что-то первое, песня протестантская, которую я слышал в своей жизни. В 96-м году. И эта песня, она у меня очень сильно коснулась тогда. Потому что, действительно, любовь Христа безмерна и велика. Я переписал этот псалом потом своим бабушкам на клирусе, ну, своим девчим, в том храме, где я служил, я был настоятелем храма, я был священником традиционной церкви, не реформатовской. И я раздал им на те листочки цитратные, где написал этот псалом другие некоторые псалмы. И я говорю, бабушке говорю, пожалуйста, выучите эти слова. Мы после служения будем быть такие псалмы, еще евангельские, такие библейские. Одна из этих бабушек, на следующем воскресенье мы общались, она плакала. Она говорит, батюшка, где вам взять такие красивые слова, такую красивую песню? Я всю жизнь прожила, вот до старости, и я таких красивых слов не слышала. Не на славянском, не на простом русском языке, пелась о великой любви Христа. Ну, правда, потом, когда бабушка узнала, откуда я взял, у нее слезы пересохли, как же сразу. Ибо иудеи саморядом не сообщают. У нее были еще фобии православные свои, религиозные. Но я понимаю, я сам сектантом был, я сам переболел этим, поэтому я прекрасно знаю, что выздоравливать не очень просто. Господа, и пусть сегодня в этой молитве, если сейчас у всех все нормально с Богом в этом зале, хотя у меня есть сомнения касательно этого, если таки сейчас кого коснулся и вы хотите примириться, пожалуйста, выходите, сделайте вот так. Это очень важно. Почему это важно сделать, я вам объясню еще так же, и для наших зрителей тоже объясню, потому что все пишется на видео. Объясню, что Иисус сказал так, что кто при людьми меня исповедует, того и я исповедую, при отцов, при ангелами. Я каялся пред Богом лично, но я понимал, потом уже читая Библию, что важно иметь такое переживание однажды выйти вперед и при людьми сказать, при всемиром сказать, что Иисус Христос мой Спаситель, мой Господь, мой Бог, я верю в Него. И знаете ли, я понимал, что сказав это, что я верующий, что я верю в Иисуса Христа, что-то должно произойти, потому что Иисус обещал пред отцом, пред ангелами моё имя назвать в таком случае. И это очень важно. Я помню с ним вместо одного бывшего мусульманина, который 29 лет был, мол, был мусульманским, закончил Каирский университет, имел богословскую степень в своей религии ложной, но потом, приняв Христа в свое сердце Иисуса, целый год еще оставался тайным христианином, разговаривая, после обычного намаза, разговаривая с Иисусом, прося о Него прощения, но однажды на большой конференции, когда говорилось очень много разного, и на христиан много зла говорилось, злого, он попросил слова, это было в его родной Африке, и на большой мусульманской конференции, и он попросил слова, ему дали слово, тем более у него было, его знали хорошо, вот, поприветствовать, и он рассказал, что с ним было год назад, он рассказал, что вот он пережил исцеление в своей жизни, говорили, вот слава Богу, люди говорили, эти верующие, эти вот, ну, они пусть неправильные, но они верующие тоже, и они говорят, слава Богу, но он рассказал им, кто его это исцелил, он рассказал им об Иисусе Христе, и он рассказал, что вот сидя, он вспомнил, он целый год читал Новый Завет на своем родном французском языке, и он вспомнил слово, сидя в зале, слово Иисуса Христа, кто, кто при любви меня исповедует, того и я не сведу пред отцом, пред ангелами, он понимал, что его сейчас убьют, его не убили, Бог слышал чудо, но он рассказывал в Севастополе на конференции, это брат, ему уже, он же пенсионного возраста, евангелист, очень горящий евангелист, он сейчас американец уже, уже, несколько лет, уже является гражданином Америки, и евангелистом является, среди мусульман, очень много проблем в разных странах, но в свою родную страну он не может попасть, потому что ему смертную приговор вынесли уже в его родной стране, только он сойдет в самолет и его арестуют, и его казнят, и его там один брат, баптист, церушник, он просто под чужим паспортом вывесил из его родной страны, чтобы спасти его в жизни, и, знаете, что произошло, удивительно, он рассказал, что, он, когда сказал, всему этому собранию, что и Иисус Христос, и Сам Василь, это мой Спаситель, он не просто пророк, он мой Спаситель, он меня спас, он мой Целитель, он мой Сподитель, там такое началось, друзья его, они были за него по-прежнему, они были спасли, не бывшие, вот они просто, они просто пережали, пережали с солнцем, вот, а в зале такое стояло, я только слышал, как скрештали, ну, сотни людей, зубы от злоски скрештали, зубы скрештали, представляете себе, эти бабаи сидели, там Бенглана отдыхает вообще, это цепочка, и вот, я скажу вам так, сегодня вас не убьют, если вы выйдете сюда вперед, но дьявол прекрасно знает, что если вы выйдете вперед, он на вас прав, прав просто потеряет на вас сертификат, права, но небо получит на вас полное право, Иисус Христос получит на вас все права, поэтому, пожалуйста, спросите вашего соседа справа, если вы приседаете ваш товарищ, спросите, спасен ли ты, куда ты идешь, дорогой друг, в рай или ад, после смерти своей, если он скажет, ваш сосед скажет в рай, а то спроси, а почему ты так думаешь, вот, кто тебе это сказал вообще, как ты, вот, может быть, это просто мнение такое, мало ли, есть только многие всякие философии, но если человек верет, потому что так Бог сказал, в Божьем слове, потому что он принял Христа, просто пожил ему, скажи ему, спасибо тебе, мой брат со страхом, а если нет, то тебе надо просто бежать сюда сейчас, у тебя еще шанс есть, спасибо, отец, спасибо, Анатолий, врачи, спасибо за это собрание, спасибо за моих братьев, сестер, спасибо за тех, у кого все хорошо с тобой, Бог, окажи мило с тем, у кого еще не все хорошо с тобой, у кого много проблем с тобой, между тобой и этими душами, Бог Святой, пусть эти проблемы уйдут, пусть кровь Иисуса, она омоет от всякого греха эти души во имя Иисуса, я прошу также наших зрителей Господь, пусть те, кто из них будет каяться, пусть они покаяются Господь, те, кто оступился и упал, пусть они не валяются в грязи, не валяются в лужи, как свинья, потому что это не наша сущность, потому что мы не просто вымытые свиньи, потому что мы новые творения, и валяться в грязи, это не наши стихии теперь, это раньше это было наше, мы не жаль, не хрюкали от удовольствия в грехе, то сегодня, если мы падаем, это не наше совсем, это не свинство, это христианство, это жизнь новая, Бог Святой, благослови Господь народ свой, благослови мир, Боже Самогущий, благослови Господь Иерусалим, благослови Израиль, благослови Евреев по всему лицу земли, благослови всех богопоящихся христиан, Господь, благослови всех любящих Тебя и терпаящихся Господь по всему миру, Божьей во имя Иисуса и Господь во вторник вечера, когда будут зажигаться в еврейских семьях и во многих христианских семьях, полничать свои корни, будут зажигаться ханукальные огни. Я прошу Тебя, зажги свой огонь даже в самом ортодоксальном и закрытом сердце. Религиозный скорлупок, Бог, Ты знаешь, как вскрывать. Ты вскрывал великого инквизитора Савла, сделав его великим апостолом. Бог своего всемогущий, приди, Господь, в Иерусалим, в свой город, в город великого царя. Господь, благослови во имя Иисуса и в этих хануканьях огнях скажи миру о своем великом огне, Господь, о своей любви Божьей во имя Иисуса Христа. Я благословляю вас стихами благословения из Библии, благословения Ааронова, благословляю благословением Божьим на еврейском и на русском языках. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И даст Тебе мир Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы будем мудрыми. Во имя Иисуса благословения Царь наш. Аминь. Аминь. Абблагословения великому Богу. Спасибо. Аминь. Аплодисменты. Большое спасибо. Аблодисменты. Аблодисменты. От нашей церкви тоже Вы давали огромный привет Вашей пастве. Вашей семье, супруге, родителям, детям. Спасибо. Пожалуйста, присаживайте. Наше служение. Наше служение подходит к вам.